Минни Маус собирает команду, а Белоснежка занимается боди-артом, раскрашивает щеки девчонок. Такое не увидишь ни в одном диснеевском мультфильме. Но это стало реальностью на КСМ. Там в завершении работы летней игровой площадки отметили шумным праздником. Каждый день ходил сюда, понравился наш аниматор Лера. То есть полезно проводил сюда сух летний. Каждый вечер аниматор предлагал детям спортивные развивающие игры. Чаще всего работать с детьми вызывали студенты. И им практика, и детям весело. Помогали активистам и местные ТОСы. С нашей стороны была только помощь в организации данных местах. Мы с ней тоже справились. Но, конечно, основная роль – это управление молодежной политикой администрации города Сочи. Поэтому мы очень благодарны изначально за эту идею и за реализацию этой идеи. В целом в Сочи каждый день работали 145 площадок нашего двора. Открыли их в День защиты детей 1 июня. Тогда преподаватели, тренеры и аниматоры наглядно продемонстрировали, чем сможет заняться летом детвора. Ушу, футбол, баскетбол, скиппинг. Даже глава Сочи Анатолий Пахомов, посмотрев презентацию, взял в руки скакалку. Досуговые площадки в Сочи были организованы на средства членов партии «Единая Россия». Они же обеспечили аниматоров призами для победителей и контролировали работу. На открытии спортивного городка у 24-й школы, например, народные избранники подарили ребятам инвентарь для уличного баскетбола. А в Красной Поляне вообще с нуля построили новую площадку на улице Листопадной. 4 миллиона рублей – столько стоило строительство и оборудование. На открытии радостные жители пригласили мэра Сочи. Анатолий Пахомов тогда отметил, что район пополнился новоселами по муниципальной программе переселения. Есть семьи, есть и дети. А значит, такие площадки – необходимость. К старту программы площадки нашего двора приурочили открытие нового скейт-парка у виллы Вера. Его построили вместо демонтированного фан-бокса на стерео. Площадку дополнили современными элементами для скейтеров, роллеров и детей, увлекающихся катанием на спортивных велосипедах. Большое внимание уделили вопросам безопасности. Фан-бокс огорожен, есть уличное освещение, санузел. Установлена и система видеонаблюдения «Безопасный город». Так что найти себе занятия по интересам этим летом смог каждый юный сочинец. Кроме площадок нашего двора, у образовательных учреждений работали площадки дневного пребывания. Там побывали 9,5 тысяч детей. Еще 14 тысяч сходили в походы разной степени сложности. А желающие еще и заработали карманные деньги. Отдельно глава города обратился с просьбой к нашим предпринимателям. И более миллиона рублей были перечислены нашим образовательным учреждением на создание дополнительных рабочих мест для тех сочинских семей, дети которых нуждались в трудоустройстве. И таким образом более 2,5 тысяч детей мы смогли трудоустроить в летний период. Итоги летней кампании по занятости детей подведут на Большом городском празднике. Он пройдет 10 сентября на площади Южного Мола. Начало в 10 часов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.